У нас начало академического года и мы начинаем новый курс на этом канале. Сегодня у нас урок по грамматике и, конечно, мы начинаем present simple. Сегодня наша тема изучения. Куда же без него? Каждый новый учебный год студенты приходят в школу, либо в университеты и встречают его. Present – настоящее, simple – простое. Простое – настоящее время. С одной стороны, да, оно простое, но с другой, почему же мы так часто возвращаемся к этому present simple? Эти S-очки и S-очки, do, does, don't, doesn't, что это значит? Сегодня все в деталях разбираем. Далее запланированы уроки по другим временам, по другим важнейшим темам английского. Поэтому подписывайтесь на канал, будут регулярно появляться новые фундаментальные темы английского. Поехали в объяснение. Итак, present simple для чего мы используем? Вначале, прежде всего, нужно знать, что мы показываем факт. Просто факт. Ну, например, когда мы говорим «я Алиса», «я Михаил», «я Петр», это у нас present simple. Когда мы говорим «я живу в Санкт-Петербурге», «он живет в Москве», «они живут в Таиланде», это у нас present simple. Это факт. Просто факт про человека, либо людей. Также мы показываем природные явления этим временем. Ну, например, что земля круглая, либо что земля вращается вокруг солнца. Это тоже время present simple. Итак, факт про себя, факт про природные явления. Также это регулярное действие. То есть, как часто мы выполняем то или иное действие. Здесь у нас важны такие вот слова-подсказчики. Они называются frequency adverbs. Давайте посмотрим. Частотные наречия. Вот они наши. 100% always, всегда. 80% usually, либо на более высоких уровнях. Это normal и также используется обычно. 60% often, frequently. Это часто. Рекомендуемый уровень вообще этих видео достаточно высокий. Для тех, кто, например, знает только often, но никогда не встречал frequently, либо даже не знает often. Это, возможно, чересчур рано смотреть данные видео. И вам, возможно, нужно вот в этот плейлист обратиться. Мы разбираем там то же самое. Только у нас каждый урок одно действие. Здесь у нас уже будет все про present simple. Frequently. Часто. Так же у нас. Далее. 40% sometimes. Иногда. 30%. Да, частотность у нас такая. Occasionally. Запоминаем, как окей, Женя. Occasionally. Every now and then. Либо every now and again. Это время от времени. Every so often, кстати, тоже можно дописать. Это тоже самое значение. Every so often. Every so often. Окей? Seldom, rarely. Редко, уже редкая у нас такая частота идет. 20% и 1% это hardly ever. Практически никогда. И по смыслу это уже равняется, как отрицание будет работать в предложении. Hardly ever. Never. Никогда. Ноль процентов. Вот что такое present simple. Здесь материал, который я подготовила для вас, он доступен в телеграме. Пожалуйста, в описании вы можете скопировать ссылочку и скачать данное такое вот пособие по present simple. Итак, вот здесь вы найдете все, что я вам проговорила в начале. Теперь обратимся вот к этому ромашке. Когда же мы добавляем с, а когда и с? Ну, во-первых, модель present simple в утверждении это сабжект и глагол, либо глагол с с или и с. Ну, то есть, если я говорю, я живу в Санкт-Петербурге, то я говорю, I live in St. Petersburg. Если мы говорим, он живет в Санкт-Петербурге, то у нас будет уже с на конце и получится, he lives in St. Petersburg. Мы добавляем и с для шести случаев. Но вообще для пяти, потому что глаголов, заканчивающихся на одну буковку с, просто не существует. Итак, например, о у нас идет, заканчивается, I go, he goes будет, либо I do, he does. Далее, CH, watch, смотреть, да, телевизор. I watch, he watches. Ш, у нас, например, слово wash, мыть руки. I wash, she washes. X, relax, расслабляться. I relax, she relaxes. И две буковки S, как в словах I miss, she misses. Like that. И вот сюда у нас в вопросах и отрицаниях также пишется и S для he, she, потому что вспомогательный глагол do, does у нас, который строит вопросы и отрицания. Например, мы можем спросить, ты живешь в Санкт-Петербурге? Do you live in St. Petersburg? Либо, does he live in St. Petersburg? Он живет в Санкт-Петербурге. Также помним, что у нас есть конкретный вопрос, например, где он живет, то есть мы указываем именно место данным вопросом. Where does he live? Либо, where do you live? И далее отрицание. Я не живу в Москве. I don't live in Moscow. She does not live in Moscow. Вот и все. Вот это каркас Present Simple. И также это 10 уроков. Первый начальный курс английский с нуля. Кому, опять же, это кажется чересчур быстро и непонятно. Поверьте, в этом курсе, который мы начали в прошлом учебном году как раз записывать, все шаг за шагом структурно объясняет. Это же кому уже много что понятно, но нужно быстро привести свою грамматику в такую рабочую атмосферу и понимать абсолютно все уже, что к чему. Итак, давайте посмотрим примеры. Итак, I like ice cream. She likes ice cream too. Ну, это мы просто передаем факту, что я люблю и что я не люблю. What do you usually do at the weekend? What does he usually do at the weekend? Здесь мы уже показываем чистоту событий. И вот это, кстати, я вам не рассказала, но это уже начиная с уровня такого хорошего В1, переходящего в В2, нам нужно знать. Это запланированное действие, где сабжект неодушевленный предмет. The plane departs at 11 a.m. Запланированное действие из томолета мы ставим на сабжект. The plane departs at 11 a.m. Вот так вот частотные наречия мы с вами изучили. Ну что, есть у нас еще частный случай в present simple. Это моя песенка. Позвольте, я вам спою. Ну, не то, чтобы она моя, но я ниоткуда-то не брала, я просто начала петь кому-то из своих студентов. Итак, I am, you are, we are, they are, he is, she is, it is. И это у нас глагол to be. Запоминаем следующее правило, что в каждом английском предложении должен быть глагол. Если глагола в русском предложении нет, как я, Алиса, я учитель, то мы ставим глагол to be, который имеет три формы. Am, is, are. И как раз для себя мы говорим I am. И поэтому мы говорим I am Alice, he is Peter, she is Mary и так далее. Глагол to be, он такой сам по себе, он король. Ему не нужны никакие вспомогательные глаголы, потому что он сам строит вопросы и отрицания. Итак, чтобы сделать вопрос, мы делаем так называемое действие чик-чик. То есть мы меняем, например, he is местами. У нас получится is he, например, он твой друг, is he your friend. А не в Москве, are they in Moscow. Думаю, логика понятна, правда? Теперь отрицание мы просто добавляем not. I am not in Moscow. He isn't my friend. They aren't here. И так далее. Еще, какой момент важно знать в present simple? Что существуют так называемые безличные предложения? Что такое безличные предложения? Ответ кроется в корне, без лица. То есть когда непонятно, кто выполняет действие. У нас есть такие предложения. Тепло, холодно, интересно, скучно. В английском мы не можем просто сказать warm, cold, boring, interesting и так далее. Мы говорим it is warm, it is interesting, it is boring, либо там it is dangerous. И, конечно же, таких вот безличных предложений целое множество. Также в рамках этой же темы present simple звучат и обороты всем известные. Ну, большинство изучающих английский известные как there is, there are. Обратите внимание на все предметы, которые находятся в вашей комнате. И все эти предметы, находящиеся в пространстве комнаты, мы можем показать при помощи этого оборота. Например, вот я вижу стол рабочий. There is a table in the room. Или there is a desk in the room, если мы хотим показать, что именно рабочий стол. Либо если вот книги в комнате, то мы говорим there are books in the room. There is, there are. Также вот здесь прикрепляю ссылку, где мы детально прорабатывали данные конструкции. Опять же, вот эта вот ссылка, вы можете сразу же скачать файл и перейти, здесь будет плейлист весь. Ну что, подводим итог. Итак, present simple мы можем передать вот так схематично. Важно понимать сначала, есть глагол жить, путешествовать, любить, ненавидеть, смотреть, учить. Все вот эти множество глаголов. Нет глагола, это наш глагол to be. Мы счастливы, мы интересны, например, потому что интересные это прилагательное. Тогда будет we are interesting. Но не путать, что если мы заинтересованы, то тогда мы скажем we are interested. Это уже другая тема. Есть на канале видео, вот здесь ссылочка для вас, которая как раз рассказывает про разницу окончаний инг и иди в прилагательных. Окей, итак, рассмотрим. Subject плюс глагол в первой форме, либо глагол с сочкой и сочкой. Это утверждение у нас. Present simple, стандартная схема. He lives in Краснодар. Нет у нас глагола. Он в Краснодаре. Работает М и за. Получается, he is in Краснодар. Теперь у нас вопрос. Вопрос строим, когда есть глагол при помощи do, does, вспомогательных глаголов. Subject глагол уже в первой форме. Окончание с и с перебралось вот сюда, в вспомогательный глагол. Задаем вопрос. Does he live in Краснодар? Он живет в Краснодаре. Вопросик. Present simple с глаголом to be мы делаем при помощи чик-чик. Инверсия. Am и за плюс subject. Is he in Краснодар? Он в Краснодаре. Теперь отрицание. Как мы формируем? Мы делаем subject. У нас отрицание don't, does not и глагол в первой форме. He does not live in Краснодар. Он не живет в Краснодаре. Subject. Am и за плюс not. Мы делаем отрицание. Когда нет глагола и это he is not in Краснодар. Все понятно. Я очень постаралась вам структурно объяснить эту важную тему. Все. Больше вам про present simple знать ничего не нужно. И вот здесь на этих 15 минутах видео я могла бы сказать, ну все. До свидания, my dear friends, my dear students. Увидимся в новых видео. Но без закрепления у вас, my dear students, не будет потрясающего результата. Так как исходя из своей практики преподавания, я знаю, что без закрепления результата феноменального и быстрого не получится. И поэтому, что мы сейчас с вами делаем? Мы берем, распечатываем, либо просто скачиваем, например, в планшет или еще куда-то данный файл и прописываем упражнения. Я не стала креативить и придумывать сама эти предложения. Зачем придумывать велосипед, если уже есть прекрасное издание от Реймонда Мерфи, кембриджского дома, издательского, который как раз придумал уже много лет назад. И мы все переиздаем и переиздаем уже следующее поколение. Вот этот синий Мерфи, который всем вам, ну во всяком случае многим известен. Итак, мы берем упражнения, некоторые я переформатировала, потому что у него есть какие-то такие, мне кажется, негативные установки порой. Например, что мои родители живут в очень маленькой квартире. Мне непонятно это предложение. Я сделала его, родители живут в очень большом доме. Зачем какие-то такие вот негативные установки вкладывать? Вот, поэтому предлагаю взять и написать, сейчас выполнить эти упражнения. Итак, exercise 2.1 from Raymond Murphy. Complete the sentences using the following verbs. Просто нужно нам закончить предложение, используя следующие глаголы. Вот эта форма using, это активное причастие. Вот в этой Wednesday, в конце, ну не в конце, а в середине урока, мы как раз проходили разницу всех причастий. Итак, глаголы у нас cause. Помним, что это интересный глагол, это не как причина, а только это еще и провоцировать являться причиной. По сути, когда у нас мы используем be course, это быть причиной. Логика такая. Close, закрывать, connect, соединять, когда вот это Nokia. Connecting people. Go, идти, ехать. Leave, жить. Speak, разговаривать. И take, брать, взять. Все глаголы знаем, поехали, будем подставлять. Tanya говорит. Очевидно, что просто Джоман у нас идет. Что можно делать с немецким, только говорит. Тоня говорит по-немецки very well. Очень хорошо. Итак, Тоня speaks. Помню, что present simple here she is. С на конце пиши. Это мы здесь и демонстрируем. Ben and Jack to the same school. Итак, Ben и Jack ходят. У нас уже множественное число. Один плюс один равно два, множественное число. Поэтому просто go to the same school. Bed driving to many accidents. Помню, что две буковки си мы читаем как к и с. И получается accidents. Такое неумелое вождение провоцирует, приводит к большому числу несчастных случаев. Accidents это происшествия, какие-то ДТП, несчастные случаи. И используем глагол cause. Causes. Present simple here she is. Все так же у нас с на конце мы пишем. Bed driving это it. Поэтому с на конце. The museum. At four o'clock. Музей. Что он делает? В четыре часа. Close. Он закрывается. Closes. At four o'clock. His parents. In a big house. Как раз то предложение, которое я переделала. Его родители живут в большом доме. The Olympic Games. Place every four years. У нас есть некие устойчивые выражения, такие как, например, take place. Это проходить. Соответственно, олимпийские игры проходят. Take place. По множественному числу. Games. Они. The Panama Canal. The Atlantic and Pacific Oceans. Панамский канал. Что он делает? Он соединяет Атлантические и Тихие океаны. Connects. Все. Первое предложение. Первое, вернее, упражнение мы выполнили. И переходим. Exercise. Two point two. Put the verb into the correct form. Нам нужно поставить глагол в правильную форму. Julie. Not drink tea very often. Julie не пьет чай так уж прям, чтобы часто. Итак, она не пьет. Как вы видим, здесь уже отрицание у нас идет, поэтому does not. Так как это she doesn't drink. Tea very often. What time? The banks close here. Во сколько банки закрываются здесь? Вопрос. Также вспомогательный глагол. Наличие вопросительных слов не означает, что мы можем не использовать вспомогательные глаголы. Нет. Вспомогательные глаголы должны быть практически везде, в каждом случае, кроме вопроса к подлежащему. Но сейчас мы не об этом говорим. What time do? Множенное число у нас идет, так как the banks. И глагольчик. Close here. У нее есть машина, но особо часто она ею не пользуется. Отрицание пошло. Doesn't use. Вот и все. She has a car, but she doesn't use it much. Where, ta-ta-ta, Maria. И be мы видим здесь, да? From. She, be Spanish. Здесь уже у нас работает частный случай, глагол to be. Запишем. Where is Maria from? Where, from, это как раз откуда у нас логика. Where, ta-ta, from. Часто у нас вопросы строятся с предлогами на конец предложения, которые выносятся. She, be Spanish. Вопрос. Она испанка. Is she Spanish? Okay, like that. Number five. What, ta-ta-ta, you do for a living? Чем ты зарабатываешь на жизнь? Классика вопроса. У нас достаточно часто, ну не так, чтобы часто, но случается, что мы встречаем этот вопрос, разбирая множество вот этих вот уроков по расширению vocabulary. What do you do? For a living. Чем ты занимаешься по жизни? I, и вот здесь у нас уже глагольчик be идет, aloe. И мы здесь запишем I am, aloe. Я юрист. Look at this sentence. Посмотри на это предложение. What. Что означает это слово? What does this word mean? Классика вопроса тоже. What does this word mean? Либо what do you mean? Что ты имеешь в виду? What does this word mean? Что означает это слово? Стив не такой уж в классной потянутой форме. Он не занимается никаким спортом. Идет отрицание. He doesn't do any sport. Пускай вас не смущает наличие двух двух предложений. Вот это у нас вспомогательный элемент. То есть он помогает сформировать предложение. В данном случае это отрицание. А вот этот вот глагол, он смысловой. Он передает смысл. It takes, да, нам нужно вставить me an hour to get to work in the morning. Уходит час у меня, чтобы добраться на работу утром. Итак, it takes. It takes me an hour to get to work in the morning. How long? А сколько у тебя времени уходит? How long does it take you? Также у нас do, does обязательно формирует опять же вопросы. How long does it take you? It takes, да, да, да. Можете прям себе записать там словарь, если не знаете эту конструкцию. Уходит столько-то времени. How long does it take you? Сколько у тебя уходит времени? И это чтобы задать вопрос. Окей, закончили здесь. Exercise 2.3. Are you ready? Aren't you tired, guys? Okay, complete the sentences using these verbs. Sometimes you need the negative. Нужно завершить предложение, используя эти глаголы. И иногда нам потребуются отрицательные предложения, отрицательные формулировки. Итак, пробежимся по глаголам. Сразу же я вам дам некоторые формы неправильных глаголов. Ссылочки на неправильные глаголы оставлю вот здесь для вас. Так как знать критично важно неправильные глаголы, конечно же, мы в рамках вот этого грамматического курса дойдем до past simple. Там будем регулярно использовать неправильные глаголы. Believe. Верить глагол правильный. То есть просто у нас S будет добавляться. Eat это на будущее. Просто это уже для продвинутых, так сказать, пользователей английского. Поэтому сразу вспоминаем неправильные формы. Eat at eaten. Есть flow. Это у нас течь, как река, например, да, течет у нас. Не путать с глаголом летать. То есть то, у кого пошла форма типа fly, flew, flown, это глагол fly, летать. А flow это правильный глагол. Go. Идти, ехать. Go, went, gone. Grow. Расти. Выращивать что-то. Grow, grew, grown. Make. Это то самое сделано в Китае, либо сделано в Италии. Три формы. Make, made, made. Делать своими руками, создавать. Rise. Rise, rose, risen. Вставать про солнце, либо расти про цены. Tell. Tell, told, told. Рассказывать кому-то что-то долгое именно, повествовать. Вот я вам, в принципе, сейчас рассказываю тему present simple. Но вот чтобы передать, я рассказываю вам время present simple. Это время present continuous. В следующем уроке мы будем проходить его. Translate. Это переводить. И это правильный глагол. То есть прибавляем S-очку просто в present simple. Иди будем добавлять в past simple. Окей. The earth. Земля. Around the sun. Что делает земля вокруг солнца? Она просто ходит вокруг. То есть мы используем здесь глагол go. Итак. The earth goes round the sun. Rise in cold climates. Рис не растет, не выращивается в холодном климате. И, соответственно, doesn't grow in cold climates. The sun. Солнце. In the east. Что делает солнце? Оно встает на востоке. Итак. The sun rises in the east. Bees. Honey. Помним, что пчелы не едят мед. Они его делают. Итак. Bees make honey. Vegetarians. Вегетарианцы. Вот они как раз не едят мясо. Атеист не верят в бога. Doesn't believe in god. An interpreter. Это переводчик. Уцный. From one language into another. Очевидно, что переводчик переводит. An interpreter translates. From one language into another. Liars are people who... The truth. Лгуны, вруны. Люди, кто не говорят правду. У нас устойчивое выражение есть. Tell the truth. Вообще, если вы встречаете какие-то незнакомые слова, которые я использую, даю перевод во время этого занятия, я настоятельно рекомендую зарегистрироваться на сайте Quizlet, создать себе профиль там и добавлять, например, вот сегодня видео записывается 3 сентября, и вы как раз 3 сентября, например, смотрите. Создали 3, 0, 9, 24 год и поехали добавлять себе слова. Interpreter, translate, language, another. Если эти все слова не знаете, какие-то не знаете слова, добавляем, и там сразу же система подскажет вам в русском, какой перевод использовать. И, соответственно, которые, вруны, возвращаемся к нашему предложению, вруны это люди, которые не говорят правду. Don't tell the truth. The river Amazon into the Atlantic Ocean. Река Амазонка падает, втекает в Атлантический океан. Обратите внимание на наличие определенного артикля the перед рекой и перед океаном. Мы ставим определенные артикли перед вот этими водоемами. Перед озерами, например, не ставим. Но артикли это вообще другая-другая тема. Итак, driver Amazon flows. Плюс с, с. Ух ты, что я заметила, что у нас здесь translates. Должно быть с на конце. Хорошо, что заметила. Ну, даже если не заметила, but tension там иногда я пишу, когда что-то оговариваю, либо неправильно фиксирую, не вижу это во время записи. Окей, все, здесь мы закончили. Итак, нам нужно записать вопросы, задавая своей подруге Лизе некие вопросы. Итак, вы знаете, что Лиза играет в теннис. И вы хотите знать, как часто? Задайте ей вопрос. С how often мы здесь начинаем. How often do you play tennis? Вот и все. How often do you play tennis? Perhaps Лиза's sister plays tennis too. You want to know. Ask Лиза. Возможно, да, помним это probably, perhaps. Возможно, вероятно. Сестра Лизы играет в теннис также. Вы хотите знать? Задайте вопрос Лизе. Итак, про сестру уже, поэтому у нас идет вспомогательный глагол. Какой? Ну, конечно, does. Does your sister play tennis too? Ну, в принципе, без ту это уже тоже имеет смысл. Безусловно, можно ту и не писать. You know that Лиза goes to the cinema a lot. You want to know how often? Ask her. Вы знаете, что Лиза ходит в кино достаточно часто. Вы хотите знать, как часто? Задайте ей вопрос. How often do you go to the cinema? How often do you go to the cinema? You know that Liza's brother works. You want to know what he does. Ask Лиза. Вы знаете, что брат Лизы работает. Вы хотите знать, чем он занимается? Задайте вопрос Лизе. Итак, what к вопросу у нас к брату задается. What does your brother do? В принципе, можно и закончить здесь, а можно написать for a living. Вот так вот в скобочках. What does your brother do? Либо what does your brother do for a living? You are not sure whether Лиза speaks Spanish. You want to know? Ask her. Задаем вопрос. Умеет ли Лиза говорить по-испански? Соответственно, do you? Классика жанра speak. И только не English здесь, а Spanish. Do you speak Spanish? Excellent. You don't know where Лиза's parents live. You want to know? Ask Лиза. Соответственно, здесь мы узнаем, где живут Лизины родители. Where do? У нас так как нож на число пошло сейчас. Your parents live. Where do your parents live? Wonderful. Замечательно. И по Мёрфи у нас последнее 2.5 упражнение. Нам нужно закончить, используя следующие слова. Из моей практики ошибки вот в этих случаях крайне редкие. Ну, потому что мы тоже в русском говорим. Я согласен. Просто как I agree. По сути, мы также манеру и передаем. I apologize. Я извиняюсь. Но почему я даю вам это упражнение? Потому что здесь нужно вам для расширения словарного запаса. Уровень здесь B1. Ну, во всяком случае, Present Simple дальше. Возможно, мы будем брать B2. По сути, грамматика основная заканчивается на уровне B2. Поэтому, чем раньше вы выучите все слова, которые вам не знакомы из вот Мёрфи, тем это будет лучше и вы быстрее будете продвигаться в своих знаниях английского. Итак, я бы рекомендовала вам записать, если вы не знаете глагол apologize. Apologize to somebody for something. Извиняться перед кем-то предлог to и за что-то с предлогом for. Управление глаголов крайне важный. Так же, как I insist, я настаиваю. Если мы настаиваем на чем-то, I insist on. Он будет предлог. I promise. Я обещаю. I recommend. Я рекомендую. Очень интересное управление. Мы либо герунди используем, либо... Так же после suggest, кстати, это тоже как предлагать что-то сделать. Ну, это рекомендовать, а это предлагать. И, соответственно, у нас идёт либо герунди, либо через that close. У нас как раз здесь будет that close использоваться. Либо даже that мы убираем. Окей, поехали. The new restaurant in Baker Street is very good. Новый ресторан на Baker Street очень хороший. Я рекомендую его. Это просто I recommend it. Если у нас, например, было я рекомендую посетить его, даже, наверное, интереснее будет. Мы бы написали I recommend visiting it. Либо вот так вот. I recommend. В скобочках взяли that. You visit it. I recommend that you visit it. Либо I recommend you visit it. Либо I recommend visiting it. Ну, вообще, помёрфь, здесь просто I recommend it. И всё. Окей. I won't tell anybody what you said. Я не расскажу кому-либо, что ты сказал. Я обещаю. I promise. In restaurant the situation is... В ресторане, да, ситуация. You must let me pay for the meal. Ты должен позволить мне заплатить за вот эту еду. Я настаиваю. I insist. Окей. I... I... For what I said. I shouldn't have said it. Я... За то, что я сказал. Мне не стоило говорить это. Я извиняюсь. I apologize. И вот у нас как раз управление с предлогом for. Очень интересно, что в американской версии будет that, либо the, буковка писаться. Mr. Evans is not in the office today. You try calling him tomorrow. Mr. Evans'а нет сегодня в офисе. Я предлагаю вам попытаться позвонить ему завтра. Окей. И это будет I suggest. И как раз управление, которое мы рассматривали на примере recommend. Вот у нас you try, то есть они вот без that взяли здесь. Либо можно I suggest calling сразу же, либо I suggest trying calling him tomorrow. Окей. And the sixth position, the final one. I think you are absolutely right. Я думаю, я считаю, что ты абсолютно прав. Я согласен с тобой. I agree with you. Окей. And the final practice. My favorite. И финальная практика, моя любимая. Как вы знаете, во многих моих видео вы можете видеть вот эту практику. Мы прошли, когда с вами vocabulary. И после изучения в Quizlet мы идем в практику перевода. Вот здесь у нас только будет время present simple сегодня. Окей. Поехали. Он обычно гуляет в парке по субботам. Формулируем нашу мысль. He. Обычно. Ну, возьмем просто usually. Можно сказать normally. Walk. И помним нашу эсочку. Walks. He usually walks в парке. In the park. И по субботам. On Saturday. Конечно же, на канале есть также и видео, посвященное предлогам. Времени. Как часто они путешествуют летом? How often? Задуем вопрос. Do they travel in summer? Okay. And with summer there was some trouble. Okay. How often do they travel in summer? Она не знает о новом времени с совещанием. She, отрицаем, doesn't know about the new time of the meeting. Где они? Where are they? Okay. Где они живут? Вот здесь у нас нет глагола, а вот здесь он есть. Есть, все, у нас пошла работать первоизучаемая схема. Where do they live? Where do they live? Она не дома сейчас. Также отсутствует глагол. She isn't, поэтому у нас пошла схема глагола to be, работать. She isn't at home now. She isn't at home now. Она не работает по понедельникам. She doesn't work. Он и множное число, а также Mondays. Помню, что дни недели, так же как и месяца, мы пишем заглавные буквы. She doesn't work on Mondays. Холодно. Безличное предложение перед нами. Мы используем конструкцию it is. It is cold. В гостиной камин. А здесь у нас предметы пространства. Пожалуйста, there is, используем оборотик. There is a fireplace in the living room. Первый урок начинается в девять. И это у нас четко по расписанию. И сабжект у нас не человек. То есть вот урок, полет, например, какой-то может быть здесь быть. Итак, the first lesson starts, начинается, at nine. Можно написать at nine o'clock. Можно просто at nine и тоже нормально. Сколько времени у тебя уходит, чтобы добраться до офиса? Классика вопроса. How long does it take you? Как мы сегодня проходили. How long does it take you? Добираться to get, это у нас, to your office. Либо to the office. How long does it take you to get to your office? У меня уходит полчаса, чтобы добраться до офиса. А здесь у нас уже утверждение. It takes me half an hour to get to the office. Он не знает, что он хочет. Итак, первым у нас отрицание идет, поэтому he doesn't know, а потом утверждение. What? He wants. He doesn't know what he wants. В Санкт-Петербурге часто идет дождь. И здесь у нас интересная конструкция, потому что, когда мы показываем, что дождь идет, вообще вам знакомо, наверное, it is raining. Но это в данный момент идет, это следующий наш урок, present continuous. А здесь у нас rain глагол, поэтому мы сделаем present simple, it, и дальше пойдем rains. И еще нам нужно также часто поставить между ними, так как вот эти frequency adverbs, частотные наречия, мы ставим между сабджектом и вербом. Соответственно, у нас получится it often rains, и где in St. Petersburg. It often rains in St. Petersburg. А теперь задаем вопрос, как часто идет дождь в Санкт-Петербурге? How often, пошел вспомогательный глагол, does it rain in St. Petersburg? How often does it rain in St. Petersburg? Hurray, we're finished! Вот такой вот у нас получился полноценный урок на 40 минут. Теперь я довольна, практику поделали, теорию, конечно же, вначале изучили, будем продолжать дальше. Конечно, мне будет приятно, если активности будет больше, потому что видео суперинтеллектуальное, здесь и нет эпизода какого-то посмотреть, но я понимаю, что это каркасное видео, и мне очень хочется поделиться тем, что я умею делать, а объяснять грамматику у меня получается очень просто и легко. Хотя это синонимы, но неважно, вы поняли. Все, на сегодня мы заканчиваем, встречаемся на следующих занятиях on this channel. Bye for today, guys!